Итак, сегодня я рассказываю о знаменитом диске Слейдов «Дураков нет, Nobody's Fools». История создания альбома теперь известна. Слейды мечтали покорить в то время Америку, много по ней гастролировали и поэтому отошли от канонов глэм-рока и сделали нечто несусветное, оригинальное. Каких-то конноваций и новых ходов нет на этом диске. Здесь и аккордеон композиции «Inforapenny», и акустический драйв по «Copio Trouble», и детская считалочка «Did your mom ever tell you?». Конечно, я не претендую на истину в последней инстанции, но сдается мне, что Nobody's Fools наиболее близок к нашему русскому, бесшабашному духу. Есть в нем нечто такое, что сразу воспринимается как наше, родное. Тот же русский задор, безбашенное веселье и чисто наш славянский темперамент, буквально сквозит во многих композициях. А что есть в этом альбоме от пуританской чопорной Англии? Почему-то вспоминаются кадры из видео 70-х годов, где показывают слэйдов и публику. Камера выхватывает из зала лица людей, в основном молодежи, и на них читается такое в основном недоумение. Дескать, что это такое? Англия, как известно, не сразу поняла битлов, отвергла она и слэйдов, променяв их впоследствии на панк-рок. В общем-то, их так и не поняли до конца. А если хотите получить наглядное представление об английском обществе, вам достаточно прочитать книгу знаменитого фантаста Герберта Уэллса «Роман Тона Бенге». И там автор рисует картины английского общества. С той поры оно мало чем изменилось. Все те же, британские вкусы, минимальный набор эмоций, такое затхлое, в общем-то, аскетичное общество. Вот поэтому-то все известные английские группы так и стремятся сначала начать свою деятельность хотя бы со Штатов или с другой Европы. Поскольку там общество более раскованное и менее консервативное. Ну а Штаты также отвергли слейдов, поскольку у них тогда уже были свои любимые группы, вроде Айра Смит, того же Ван Халлена, Грэнфанк Рейл Роуд и так далее. Субтитры делал DimaTorzok это всегда эпатаж, это всегда праздник, яркие оптимистичные эмоции. Все как раз соответствовало нашему тогдашнему советскому мироощущению. Именно тогда в нем и в нашем тогдашнем обществе у молодежи царила атмосфера такого праздника. Атмосфера вечеров компании под гитару или под магнитофон, вкус того же портвейна три семерки, может быть, акт дама. И вот на эту благодатную почву и прекрасно наложился альбом «Дураков нет». Когда у человека нет изнуряющей работы на барина, нет кредитов и проблем, естественно, что у него в основном прекрасное настроение, и все, что ему надо, это, конечно, хорошая компания единомышленников. Ну и, естественно, соответствующая музыка. Когда слушаешь ту же вещь, спрячь свои печали, и заглавную композицию «Дураков нет», ощущение такое, что что-то такое вот проникает в тебя родное, близкое. Гитара Павлова, голос ноди Холдера проникают до самого сердца, поднимают настроение в самый тоскливый осенний день. И вот, слушая эти композиции, я невольно вспоминаю далекое-далекое прошлое. Мне нравятся многие альбомы роковой направленности, но от такого, близкого нам по духу, по манере исполнения, как «Ноба дисфуз», по-моему, второго такого альбома не существует. Замечательный просто диск. Столько лет прошло, а я все помню, как вчера. И в первую очередь в памяти всплывает такая картинка. Пленка 270 метров в самодельной коробке, поскольку, когда я ее стал слушать, оригинальную упаковку уже истрепалась. И брат сделал новую из картона и аккуратно написал фломастером «Слейт, Ноба дисфуз». И внизу он всегда еще добавлял логотип фирмы «Полидо» для полного восторга. Указывалось, что запись сделана в формате стерео и стояли два кружочка, заходящие один на другой. И вспоминается мне еще, как брат рассказывал о том, как ему досталась эта запись. В 76-м году он уже заканчивал школу, 10-й класс, и вот он подружился с одним парнем, который жил в соседнем доме. Видно, у них было что-то общее по духу. И как-то раз тот парень, не помню уж его имя, сказал ему, что у него оказался совершенно новый альбом слейдов под названием «Ноба дисфуз» в 76-м году. Этого диска тогда не было ни у кого. Даже у дискомана, который жил в нашем подъезде, долгушки и даже его не оказалось. И вот Димка взял у этого парня оригинальную запись на катушке, кстати, тот ее сделал с фирменного диска. Взял катушку и отправился к долгушке, которая жила на пятом этаже, и перекатал себе, сделал, как говорится, копию. Вот так этот альбом и оказался в нашей коллекции. Но прошло 7 лет, и пленка изрядно истрепалась, поскольку Димка крутила ее почти каждый день, еще давала ее послушать очень многим, запись шла буквально на расхват. И когда я уже стал ее осваивать, это было где-то в 83-м году, на ней уже на одном канале исчезли высокие частоты, но все-таки это было стерео. И все-таки это был, на мой взгляд, самый интересный альбом слейдов. Сначала я записал его на 9-й скорости, а после, когда мне купили уже комету, долго колдовал, чтобы добиться одинакового уровня на каналах. И сколько раз я слушал этот альбом за свою жизнь, даже трудно сосчитать, но всякий раз находил в нем что-то новое. помню, в 91-м году я купил себе огромный английский словарь, и пытался переводить тексты слейдов. И именно тогда я выяснил, что означает название песни «In for a penny». Это часть английской пословицы «In for a penny, in for a pound». Что переводится как-то вроде «Назвался груздем, полезай в кузов». Или, проще сказать, взялся за дело, доведи душ до конца. В общем, долгое время пленка эта оставалась в нашей коллекции, и чистую стереозапись альбома удалось достать уже только на MP3-диске в 2008 году. Ну а все песни с альбома буквально врезались мне в память. Я их все помню буквально наизусть, и уже по первым аккордам сразу определяю, что это ничто иное, как «Nobody's Fools». И помню еще, что в первые годы мне больше всего нравились заглавная вещь, вторая «Dirty», «Вещица» Эмма Токер, а позднее я стал почему-то тяготеть к печальной «In for a penny» и заключительной композиции «All the world is a stage». И только уже где-то в 1986 году мне стал больше нравиться альбом «Old New Barlet and Blue». Гораздо позднее, чем когда я открывал «Nobody's Fools». Хотя «Old New» в общем-то это ничто иное, как чистый глэм-рок, а вот «Nobody's Fools» он нечто иное, яркое и многообразное творчество. Здесь, как говорится, с Лейдой раскрылись полностью. Все, что у них было, все их таланты раскрыты именно в этом альбоме, и ни в каком, и в новом. Теперь, спустя почти 35 лет, дураков нет для меня, как воспоминаний о счастливом детстве, безвозвратно ушедшем. И это как бы одновременно печалит и навевает ностальгию. Жаль, что все самое лучшее когда-то заканчивается, и взамен остается лишь шорох иголки о крае диска. Пустота все ближе подходит ко мне, разевает свой смеющийся беззубый рот. И прогнать ее год от года становится все труднее. Вот такой обзор. Спасибо всем. До свидания.